всем огромный привет спасибо что заглянули ко мне на канал меня зовут оксана кто первый раз на моем канале добро пожаловать в мое новое видео сегодня мы с вами продолжим разбирать мою стенку шкаф она достаточно большая и я разбирала ее поэтапно сейчас вам все поближе покажу вот так выглядит моя стенка вот этой частью мы занимались с вами недавно я все здесь расхламляла разбирала занимались вот этим вот шкафчиком тоже там все я организовала все по-другому было намного все хуже а также ранее я расхламляла и раскладывала все вещи сейчас вот так вот шкафчик у меня выглядит и я стараюсь до сих пор поддерживать вот такое вот хранение вот так вот складывать все вещи и также с этой стороны тоже есть шкаф я тоже его расхламляла разбирала вот здесь вот вот так вот все у меня сейчас висит и осталось нам с вами вот это вот место сейчас выглядит вот так вот у меня здесь сверху такая полочка а здесь хранится у меня различное постельное белье пледы полотенчики для рук маленькие полотенчики банные там сзади у меня еще хранятся шторы я хочу сегодня все это переделать хранить по-другому постельное белье складывать по-другому складывается немножечко полотенчики и также организовать хранение вот этих маленьких полотенчиков в органайзер так что всем приятного просмотра сегодня будем заниматься именно этой частью сначала я все достаю из шкафа чтобы там протереть тоже пыль посмотреть что у меня вообще есть чтобы все разобрать давно я хотела уже разобрать этот шкаф наконец-то у меня руки дошли потому что не ужасно не нравилось как там все хранится как вот эти маленькие полотенчики были просто разбросаны по всему шкафу но я все-таки взялась за это и наконец-то все приведу в порядок и вообще знаете у меня вот последнее время перед новым годом если вы заметили если вы давно уже на моем канале я начала расхламление всего дома мне прям захотелось избавиться от всего ненужного все по выкидывать сначала я начала с кухни уютно сделала свою кухню если хотите можете тоже посмотреть как я изменила кухню она выглядела совсем по-другому и потом уже дальше на занялась я уже в ванной потом занялась уже комнатой и мне очень конечно этот результат очень нравится я начинаю уже гладить постельное белье кстати пока я глажу постельное белье хотела задать вам вопросик а вы гладите свое постельное белье напишите пожалуйста в комментариях мне очень будет интересно просто у меня с этим делом происходит так что либо мне лень бывает вот когда именно постельное белье высохло после стирки мне бывает лень просто достать гладильную доску и и начать его гладить либо не хватает времени а когда уже потом застилать то же самое получается что нет времени надо все бы быстрее сделать и застилай уже как есть но конечно все таки надо себя как-то приучить и гладить постельное белье особенно под одеяльник подушки насчет просто не мне кажется просто не на все равно сомнется пока спите и так далее поэтому как то вот насчет просто не мне кажется можно даже и не гладить и кстати сейчас вот очень было заметно что у меня постельное белье прям такое слишком мятое с какими-то заломами к сожалению у меня машинка такая я не знаю либо это она старая либо не знаю что на это влияет она у нас идет на три с половиной килограмм и я только один комплект постельного белья всегда даже кладу чтобы постиралась но все равно выходит постельное белье в итоге она все с заломами я хотя его и встряхиваю очень сильно чтобы хоть более-менее как-то разгладилась но все равно очень сильно жует машинка вот именно все вещи не знаю чем это так связано ну мне кажется из-за того что что машинку уже такая прям старенькая старенькая а тут я уже начала складывать постельное белье я решила прям полностью комплектами складывать мне кажется так будет намного удобнее компактнее будет красиво выглядеть и я складываю вот таким вот образом наверное это будет способ называться в кармашек потому что мне кажется так очень удобно нигде ничего не торчит не вылазит все будет вот таким вот квадратиком и спокойно можно взять полностью комплект достать со шкафа ничего у вас нигде не упадет и так далее тут я начала уже складывать второй комплект постельного белья я не снимала как его гладила потому что мне кажется одно и то же снимать это не очень интересно и просто решила вам заснять как я буду уже складывать его тоже таким же образом в кармашек и еще напишите пожалуйста сколько у вас комплектов постельного белья есть дома и необходимо ли иметь очень много постельного белья потому что вот у нас допустим у нас есть два комплекта которыми мы пользуемся и как бы часто меняем один вот первый комплект который я вам показывала как я гладила зелененький он у нас для гостей вот то есть у нас получается всего лишь три комплекта сейчас я уже перебрала все свои полотенчики у меня были такие полотенчики где уже были какие-то пятнышки которые не отстирываются я решила их полностью уже выкинуть убрать либо оставить там на уборку допустим на кухне что-то протирать и сейчас немножечко их тоже также проглажу и буду уже складывать вот эти беленькие полотенчики они у меня языке они продавались там 10 штук вроде бы в одной пачке очень классные хлопковые мне нравятся мы их вешаем ванну для рук решила полотенчики складывать я вот таким вот образом в органайзер этот органайзер я тоже покупала в икея там целый был набор языке с куб вроде бы называется я покупала вообще для малыша в пеленальный комод но сейчас малыш уже растет вещички становятся большие и вот эти маленькие контейнеры они совершенно не подходят для хранения но только если может там хранить допустим какие-то не знаю футболочки маечки и так далее но этот контейнер мне был не нужен и я взяла его убрала и решила хранить вот так вот полотенчики чтобы у меня было все очень красивенько что вот эти полотенчики у меня не валялись по всему шкафу мне кажется так получилось намного лучше и также сюда же я решила в этот контейнер складывать наволочки которые у меня для диванных подушек это 50 на 70 вроде бы у них размер вот у меня тоже есть небольшой комплект беленьких наволочек и я решила тоже сложить вот в этот контейнер вместе с полотенчиками дальше я приступила складывать свои большие банные полотенчики складываю я их достаточно простым способом можно сказать в рулетик в такой вот мне кажется так будет тоже симпатично смотреться и в принципе компактно хочу поменять вот все эти полотенчики чтобы у меня не было вот этих цветастых разноцветных каких-то полотенец хочется каких-то однотонных нюдовых каких-то знаете таких пастельных тонов чтобы не было ничего вот такого яркого цветного и также тоже хочу еще заменить все покрывала у нас на диван пледы тоже надо как-то этим заняться кстати напишите пожалуйста в комментариях знаете ли вы какой-нибудь текстильный магазин чтобы там не было слишком дорого вот допустим какие-то покрывала пледы на кровать начинаем с вами складывать уже все в шкаф организовывать оставлю я только здесь полотенца тюль постельное белье и также маленькие полотенчики для руки для лица а пледы все я уберу все очень мы как я и сказала что я уберу пледы у меня была вот такая вот сумочка она тоже была от какого-то пледа я покупала вроде бы и я решила все пледы складывать вот в эту вот сумочку пусть они там лежат и если надо будет путин доставать именно из этой сумочки и так вот мой результат вот так вот все у меня сейчас будет выглядеть моем этом шкафчике мне безумно нравится как у меня получилось не то что было то это же вообще там просто было все навалено и никакой организации ничего вот так вот решила хранить я комплектами мне кажется так как-то лучше и меньше места занимает и все компактно так полотенчики в принципе так же я складывала так же я ставила вперед поставила которыми часто пользуемся а сзади у меня полотенчики там для гостей когда кто-то приезжает плюс у меня там тюль лежит так вот сейчас будет это все выглядеть и вот этот органайзер с маленькими полотенчиками наконец-то у меня более-менее порядок и здесь и здесь где все висит и здесь все расхламило все более-менее сейчас выглядит тот шкаф тоже разобрала осталось мне разобрать вот эти нижние маленькие шкафчики у нас там хранятся с мужем у мужа вот отдельный шкафчик и у меня у нас там хранится нижнее белье и носки вот это же там конечно надо навести порядок хочу сделать какие-нибудь органайзеры может быть сама сделаю а может быть куплю вот ну может быть сама сделаю потому что у меня тут есть небольшая идея и плюс вот эти все игрушки я хочу купить органайзер в икея он такой специального для игрушек и есть еще такие тоже хорошенькие там контейнеры вот хочу купить их два один большой контейнер для вот этих всех игрушек чтобы вот так вот у меня все не стояло и И один контейнер для мягких игрушек, которые, помните, у меня были там, я несколько оставила, и вот, хочу тоже их так организовать. Так что вот такая вот у меня еще работа с этим шкафчиком будет, то есть это будет последняя моя уборка и организация, вот, и все увидите уже в следующем видео. И на этом все, мы сегодня с вами уже попрощаемся, спасибо вам всем большое за просмотры, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, нам будет очень приятно. Всем большое спасибо, пока-пока, до новых встреч, вам хорошего дня и хорошего настроения, пока-пока!